Итак, друзья, последние новости IT в России. Итак, поехали. Но, к сожалению, хотел бы начать с не очень хороших новостей, касающихся того, что, к сожалению, я вот сегодня вот только что зашел в AdSense, и там вообще для российских блогеров убрали такие, такое суть, как платежи. Платежи вообще здесь были, прошлые платежи, там, сколько будущей и так далее, но это вообще пропало. То есть, видите, платежный аккаунт YouTube России, и здесь такое ощущение, как будто просто выпили кусок, он куда-то пропал. Вроде бы продолжают начисляться денежные средства в YouTube, но эти денежные средства не приходят в России, на российские аккаунты и так далее и тому подобное. И это досадно, печально, ну вот как-то так. Это вообще, в общем-то, закат блогинга, можно сказать, вот так. Но кто-то обрадуется, потому что, помните, всех звали блогеров. Русскоязычных блогеров звали на завод. Правда, большинство заводов лично у нас в городе почему-то больше не работает. Но ладно, давайте вот так. Примем это как есть. Значит, это не очень хорошая новость. Я лично отношу эту новость не очень хорошую, но вы напишите, как вы считаете. Короче, друзья, следующая новость. Это, значит, компания Apple удалила все приложения ВК из App Store. Просто абсолютно все. Выпили, а как вы знаете, или вы не знаете, или вы можете не знаете, но вы теперь узнаете, у ВКонтакте есть огромнейшее количество сервисов, и все их удалили из App Store. До этого, кстати, удалили Tukis. По-моему, он купил какой-то банк, который попал под санкции российский. Ну и, конечно же, главная новость это то, что в России Windows 11 не получит последнее обновление через год после презентации Windows 11. Это 22H2 последнее обновление. Но есть хорошая новость в том, что те, кто обновился за границей до этого обновления, они рассказали о том, что некоторые пожаловались, что фризы в играх, некоторые сказали, что принтеры, значит, поломаются. Ну, то есть классика. У Microsoft как-то выходит что-то новое, либо обновление какое-то. Вот это вот часто происходит, да. Такое было, есть и такое, скорее всего, будет дальше. Но это как бы классика. Друзья, и на фоне всего, вот знаете, как-то немного печалька. Это я уже не говорю о том, что выпиливается огромное количество, значит, приложений, которые попали под санкции банков, там и так далее, и тому подобное. Но зато, друзья, мне недавно пришло сообщение о том, что можно обновиться, значит, на смартфоне, можно обновить приложение Сбербанк там, либо ВТБ, что-то типа-того, там зашел, где можно. А это в нашем Русторе, ведь я же скачал это приложение Рустор, даже делал обновление, оно еще живое, и оно не просто живо, оно даже обновляет такие приложения, как ВКонтакт, либо Сбербанк, ну вот удаленное, короче, приложение. То есть, вот, собственно, и все. Вот такие вот новости, напишите, то, что вы думаете вообще об этом. Ну, у меня уже очень-очень печально. Завод, завод, я иду к тебе. Печально немного, вот, и вот как-то так, как-то так. Вообще, это я уже не говорю, уже не добавляю новость, то, что Яндекс изменился, Яндекс, по сути, продал Дзен, урезался. Теперь страница Яру, Яндекса, да, все новости. Теперь надо лезть отдельно в Яндекс, отдельно на страницу Дзен. Это неудобно смотреть тут новости, тут читать это. Ну, блин, все как-то стало немного печально. Вся, ну, вот такие новости, они есть, какие они есть. Ссылки будут ли они вообще в описании, я не знаю. Всего доброго, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok